Девушки отдыхают Оформленные в оригинальную яркую упаковку подарят ощущение праздника и счастья каждому. Собирают сладкие подарки на кондитерских фабриках. В нашем регионе работают два крупных предприятия – кондитерская фабрика «Глобус» и «Волжанка». Нам хватает этой продукции на все население. Причем мы продукцию этих двух заводов активно экспортируем за границу. По сравнению с прошлым годом наша кондитерская отрасль работает в этом году гораздо лучше, поскольку на фабрику «Глобус» пришел новый собственник. Они вошли в группу компании «Томскую КДВ», вложили более 50 миллионов инвестиций в развитие, запустили много новой интересной продукции. Поэтому у них сейчас рост промышленности кондитерской у нас по сравнению с прошлым годом порядка 37-39%. Кроме того, активно развиваются предприятия кондитерской отрасли, относящиеся к сфере малого и среднего бизнеса, чья продукция, тем не менее, широко известна и востребована, в том числе и за пределами нашего региона. Это печенье «Мармелад» кондитерской фабрики «Семеновна», рабочий поселок Корсун, шоколад и печенье ООО «Симбирский артизан» «Ульяновск», ассортимент сахаристых изделий печенья торговой марки «Сладис», Чердаклинский район. Кстати, в этом году на предприятии в селе Архангельское запустили производство конфетной линии. В этом году первый раз мы организовываем полностью фирменные новогодние подарки нашей продукции. Полностью будет ассортимент и перечень нашей продукции. Там и печенье, там типа шоколадную ломку, потом все виды конфет, потом печенье, там пушелье, все. Получше комплектуем пять видов подарков от 150 грамм и до килограмма. Яркая коробка или вместительная жестяная банка с вкусным содержимым. Сладкие новогодние подарки в текстильной упаковке понравятся и малышам и школьникам. Оформляют сладости в мягкую игрушку, сумочку, рюкзак. Символом 2019 года станет желтая свинья, поэтому подарки в текстиле будут упакованы в мягкую игрушку в виде свинки или поросенка. Немаловажно, что кондитерские фабрики формируют вкусные подарки на любой вкус и вес, а самое главное – кошелек. В конце ноября сладкие подарки появляются во всех магазинах. Нет особой разницы в дате покупки, поскольку цены остаются стабильными на протяжении всего предновогоднего периода. Цена у нас остается стабильной от начала и до конца продаж. Ценовой сегмент очень разнообразный, как и фасовка новогодних подарков. Это от 50 рублей, маленькая, небольшая фасовка до 1000 рублей. Дороже подарков у нас нет. Это и в основном, конечно, картон представлен, ну и жесть, жестяные банки, и мягкая игрушка с конфетами. В магазинах сладкие подарки снимают с полок после новогодних праздников. Однако их не разбирают на конфеты или оставляют до следующего года, как считают некоторые, а отправляют на благотворительность. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.